Всем привет, с вами Фотограф Супергероев и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас обзор вот этой уже фигурки, то есть мы уже посмотрели вот эту фигурку, а теперь смотрим Spider Woman. И помните, я в прошлом видео, если вы его смотрели, не в прошлом, я имею ввиду, когда я показывал вот эту фигурку, я вам сказал, что у меня есть опасения насчет и этой фигурки в плане точек артикуляции. Так вот, я не знаю каким вообще образом, но они просто, можно сказать, отсутствуют. Это реально, это просто статуэтка, ее правда как-нибудь склеить и поставить, потому что в плане точек артикуляции все еще ужаснее, чем у Spider Girl. Ну мы сейчас это посмотрим. Как вы уже поняли, это у нас серия Хобб Гоблин, и мы ее с вами собираем. И я думаю уже, ну конечно, я надеюсь на это, что мы к декабре уже посмотрим нашего Хобб Гоблина, потому что я надеюсь, что он очень шикарен, по крайней мере здесь, с огненным мечом, с огромными крыльями, с бомбочкой, в своем каноничном костюме, очень все здорово выглядит. Не буду тянуть, давайте приступим к самой фигурке. Вот так выглядит фигурка. Я сам, я сам соглашусь с вами, что она визуально выглядит просто офигенно, вот эти волосы, которые развиваются, это очень-очень здорово. И сам костюм тоже очень клевый, и цвет мне очень нравится, такой ближе к коричневому, что-то, какой-то переход из красного в коричневый, мне это очень нравится. То есть, сама фигурка визуально тоже здоровская, но точки артикуляции просто ужасные. Если честно, если я сейчас вам начну показывать точки артикуляции, я потом эту фигурку фиг поставлю, но я обязан вам это показать, это мой долг. Давайте начнем с точки артикуляции. Я ее сейчас согну, хоть я ее три часа оставил, когда купил, но это не важно. Еле-еле разгибаю руки. И вот даже сейчас, вот посмотрите, это просто, это как, это, она не, рука не разгибается. Это вообще, Mario Legends, что вы творите? Так, давайте посмотрим голову. Голова, конечно же, у нас здесь шикарная, большие линзы, все круто. И она крутится на 360 градусов, но просто немножко волосы мешают. Вот так она опускается, и вот так назад максимально. Тут опять же мешают волосы. Руки. Сгиб в локте у нас вот такой присутствует. Довольно-таки неплохо. Кисть у нас двигается всячески. У этой фигурки тоже в комплекте не было ничего дополнительного именно к ней. То есть у нас был баф к Хобб Гоблину, но мы уже договорились, что я его вам не показываю, а сразу добавляю и собираю этого Хобб Гоблина, а потом мы его вместе с вами смотрим. Туловище. Эту руку я не смогу вам показать, потому что она просто, я не знаю, что с ней, она, наверное, сломана. Я, правда, не знаю. Туловище. Это тоже, это все, что она может. Тоже очень странно. И на 360 градусов все крутится. Дальше нога у нас здесь такой шарнир, понятно. То есть она вот так вот может ногу поднять. В принципе, она почти может на шпагат сесть. Почти. У нас вот такой вот сгиб в колене. Чуть больше 90 градусов. Дальше икра у нас поворачивается. А голеностопы, угадайте, они сломаны. Они просто сломаны. Видите, смотрите. Чуть-чуть, видите здесь. И все. Дальше ничего не разгибается. Я пытался сделать, но у меня там что-то начало отрываться. И я решил этого не делать, потому что, ну блин, если я ее оторву вообще с концами, то это вообще будет капец. Она вообще не сможет стоять, ничего делать. Вот. Вторая нога, конечно же, идентична. В принципе, это все точки артикуляции этой ужасной фигурки в плане точек артикуляции. Так что давайте смотреть ее визуально, потому что визуально она намного интереснее. В общем, как вы уже увидели, я решил не врезать это, потому что, чтобы вы посмотрели, как тяжело мне удалось поставить ее. Потому что, во-первых, я ее поставил вообще в тупую позу, ну как мне кажется. И это заняло очень много времени. Ну, по мне, так две минуты. Это очень много для того, чтобы поставить просто на ноги фигурку. Не в красивую позу, а на ноги. Ну, давайте не будем о плохом. Давайте посмотрим на нее поближе. Посмотрим ее окраску, можно так сказать. И вообще так вблизи. Ну, костюмы у нее и линзы шикарные. Правда, этой фигурке только вот не хватает, блин, качества точек артикуляции. Ну, неужели это было сложно? Хазбро, что с вами творится? Неужели у вас и дальнейшие фигурки будут такими? Я, конечно, на это надеюсь, что... Блин, что я несу? Точнее, я надеюсь на то, что все будет хорошо, и они это исправят. Потому что, ну, блин... Тем более, этих фигурок на полке огромное количество. Их никто, наверное, не покупает. В общем, вот так выглядит у нас Wonder... В общем, вот так выглядит у нас Spider Woman. Вот так выглядит ее окраска. Вот так выглядит ее костюм. Очень классный. Линзы очень здоровские. И волосы очень классные. Давайте опустимся немножко ниже. В принципе, на ногах ничего особенного. Здесь просто бордовые ноги. Ничего особенного нет. Давайте я вам покажу ее сзади на ее волосы. Потому что они, правда, очень-очень крутые. Блин. Ну, короче, вот опять она падает. Это, правда, пипец как бесит. Вот это что такое за номер? Это бесит капец тоже. Сзади у нее, можете посмотреть на ее волосы. Вот, отлично сфокусировалось. Они просто шикарно прорисованы. Вот Hasbro же могут делать качественно. Почему они не сделали точки артикуляции качественно у женских персонажей? Вот почему это какой-то стереотип? Я, правда, не понимаю. Но они, правда, ужасны. Вы просто не понимаете, как я вам влю насчет этого, что такие точки артикуляции. В общем, вот так выглядят ее волосы. Сейчас покажу вам спину. Вот так выглядит ее спина. Похоже на Х, но на самом деле это не так. Это ее паук соединяется, то есть с груди, с передней части тела. Вот так выглядит наша Spider Woman. И так я опять же ничего не вырезал, я просто все ускорил. И вы опять можете убедиться, что ее просто нереально поставить быстро. Это мука, когда ее хочешь поставить, но она не ставится. В общем, давайте подведем такие итоги. Я ставлю этой фигурке 5... Нет, 4 из 10. Потому что все-таки она, ну, просто ужасна. Вот честное слово. Она визуально классная, но все-таки Marvel Legends основывается не только на визуальном эффекте фигурки. Они все-таки подвижные фигурки. То есть это экшен-фигурки, которые должны двигаться, но эта фигурка в плане движений просто ужасна. То есть визуально все, да, все классно. И за визуал 4 балла эта фигурка все-таки заработала. В общем, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы с вами сделали еще один шаг к Хобб Гоблину. Следующая фигурка у нас на очереди Человек-паук 2099. Так что давайте наберем... Ну, давайте наберем 40 лайков. Тоже 40 лайков. И я сразу же выпущу видео о Человек-пауке 2099. Вот он, мне кажется, будет поинтереснее и покруче, чем все остальные фигурки. Оставляйте свои комментарии. Ставьте, еще раз говорю, лайки. Потому что мне правда это очень важно. И также вступайте в группу ВКонтакте. Там много всего интересного. А также можете подписаться на мой инстаграм. Он довольно-таки интересный. Я там выкладываю где-то одну, может, фотку в 2 дня. Но она гиковская. То есть там только гиковская. Там ничего в моей личной жизни нет. Там это вам неинтересно будет. Там только гиковская. Так что подписывайтесь. Я буду вам рад. В общем, вы большие молодцы, что посмотрели это видео до конца. Еще раз вам спасибо. С вами был Фотограф Супергероев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok